Уже несколько дней подряд я не могу оторваться от своего телефона. А причиной всему это странная игра, в которой бабка бегает с Вантуса подобной скалкой и хочет зафигачить своего внука. И это не реклама. Я серьезно. Уже было почти час ночи, а я все продолжал играть в этот хоррор-гейм. Как вдруг я услышал крики из соседней комнаты. Я резко подорвался и выбежал в коридор, как гребаный спасатель Малибу. Подойдя к двери, я постучал и прислушался. Но оттуда доносились непонятные стоны, и я неуверенно открыл двери. От увиденного я чуть не обосрался. Кока лежал на полу, дергая своими конечностями в обнимку с 6-литровой Кока-Колой. И, кстати, это все сопровождалось стонами. Да и с виду он напоминал раненого верблюда. Я спросил его, что случилось, и не слышал ли он криков. Кока сказал, что он не кричал, а издавал звук самца. Посмотрев на него, я снова задал себе один вопрос. Как я живу с таким чудиком? И тут я вспомнил, что не доиграю в Грэнни. Я словно комета пролетел в коридоры, и запрыгнув на кровать, схватился за телефон. Но уже к тому времени все было поздно. Игра закончена, меня бабка налупила. Эх, ладно, к черту, завтра поиграю. И перед сном меня мучил вопрос, как так получается, что в деревне кони рыгают? Ай, ладно, я спать. Или не спать. Ну а по ночам, в меня вселяется Игорь Синяк. И мне хочется кушать. И я пошел на кухню добывать еду. Как раз меня ждет мой любимый йогурт в холодильнике. И пританцовывая, открываю двери этого ледяного саркофага. Руками и пальцами я ищу свой любимый йогурт, но никак не могу его найти. Ни тут, ни тут, нигде его нет. Ну он же не мог просто пропасть. Но его точно там нет. Скорее всего, его кто-то затоптал. Собрав всю волю в кулак, из физиономии лабрадора Испаниеля, я врываюсь в комнату Коки. Ну где же ты, свинина дикая? Питон лысый, который посмел раздявить роток на мой йогурт. Странно, но в комнате его не было. Может он пошел в душ? Так, так, так. В душе его тоже нету. Хм, куда же запропастилась эта маленькая обезьянка? Быть может он хочет меня разыграть, зная, что я на ночь играл в страшную игру. Не, Кока не может додуматься до этого. И тут я услышал страшные шаги. Я тихо подкрался к стенке. Я думал, что это Кока и хотел застать его врасплох. Поэтому тихо выглянул из угла. Святые коммункулы, какого черта? Я увидел Грэнни, и она была гораздо больше и страшнее, чем в игре. Господи, что же мне делать? Нужно убираться отсюда. Дверь была замкнута с обратной стороны. Это невозможно. Мой ключ был в комнате на столе. Нужно незаметно пробраться в свою комнату и бежать отсюда как можно скорее. Так, тихо, тихо, тихо. Включа на столе нету. Надо искать шуфлятки. Так, где же ты, где же ты, где же ты? О боже. Нет, 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 нет. Что же делать, что же делать? Господи, старуха, корга старая, такая же ты наглая. Боже, какая же она упрямая-то, корга старая. Других шансов нету. Нужно лезть под кровать. Быстрее, быстрее под кровать, быстрее, быстрее, быстрее. Тихо. Я не успел ее разглядеть, но краем глаза заметил, что у нее ярко-ядовитые зеленые глаза. Длинные, грязные, густые черные волосы, словно тряпка разор. И в области рта все было окровавлено, вся кожа была высушена до костей. Господи, 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 нет, 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 только не закрывай дверь, не закрывай дверь. Нет, нет, нет. Продолжение следует. Йоу, дорогой подписчик, если тебе понравилось это видео и ты ждешь новой серии, тогда помоги набрать на этом ролике 10 тысяч лайков и сразу на следующий день выйдет продолжение. А самый интересный комментарий обязательно выведу в топ и, конечно же, отвечу. И не забудь подписаться на канал.